Не допустите распространения опасной инфекции. Власти Волжского принимают превентивные меры, направленные на предупреждение африканской чумы свиней. В регионе уже зафиксировано несколько очагов этой опасной зооинфекции. Сейчас главная задача своевременно и в полном объеме проводить профилактические мероприятия. Ольга Макарова продолжит тему. На сегодняшний день карантин по африканской чуме свиней действует в Нехаевском и Серафимовическом районах. Еще шесть – Камышинский, Даниловский, Еланский, Новониколаевский, Жирновский и Руднянский вошли во вторую угрожаемую зону после того, как в приграничном селении Саратовской области была зафиксирована вспышка этой опасной инфекции. Ситуация такая, что у нас Волгоградская область находится буквально в кольце африканской чумы свиней. И по ее границам – это Нехаевский район, Камышинский район, Чернышковский район, ну, Нехаевский, понятно, уже пушуют через Камышинский и Чернышковский, значит, дай бог, пока ничего там не произошло. То есть там стоят посты, теринарные. В этой ситуации власти Волжского принимают превентивные меры, чтобы по возможности избежать повторения прошлогодней ситуации. Тогда на личных подворьях жителей поселков было очуждено более 400 голов свиней, а на рынках города был введен запрет на торговлю продукции животноводства. Кстати, запрет на содержание свиней на территории Волжского действует вплоть до 17 октября. И на данный момент официально случаев их разведения в личных подворьях не зарегистрировано. Главное сейчас, по словам руководства мэрии, не допустить ввоза зараженной продукции из других регионов. На посту, который у нас есть на ГЭСе, там у нас дежурит ветеринарный работник. Значит, когда сотрудники полиции останавливают транспорт, досматривают его, которые кажутся им подозрительными, там обнаруживаются мясо или мясопродукты. Значит, этот ветеринарный работник требует специальные документы для провоза. Если их нет, то направляет на экспертизу. Далее уже пока не получит конкретный документ о том, что данное мясо пригодно и не заражено. Значит, машина никуда не едет. Эта работа будет продолжена именно по недопущению на территории городского округа уличной торговли, вообще мясом, молоком и всем остальным, независимо от того, с каких районов это привезено. Покупать свинину власти города советуют исключительно в специализированных павильонах и сетевых магазинах, которые обладают специальными лабораториями для контроля за качеством продукции. Ольга Макарова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба». Само чумное.